Как на скидке, на ценнике написано, за такую цену и купил. А что за колбасу? Ну вот мы ели-то вот. Вот мы ели оттяжьего-то вот это. Всего лишь за 69? А ничего даже за... 69,99 копеек. Да, 99 копеек. Это же вообще мало. Ну, значит, 70 рублей. Да, но все равно в голове эта цифра 69 осталась. А на ценнике, в смысле, причем, маленьким текстом написано 119, за счет 69 большая. Вот, а в куче лежит и скидочная колбаса, и за 169, за 119. Я еще на кассе так, ну, что за фигня, давайте заменим. Ну, фига себе. А что в одну кучу-то сложили все? Специально кладут. Ну, понятно. Наеживать людей. А как ты хочешь? У них же надо товар какой-то, навар. Фиговая работа, ну, все понятно. Хорошая работа у них. Навар. Не всегда их носом в эту тыкву, допустим, лежит что-нибудь, допустим. Наталья же тоже дурит там кого-то на кресло. Ну, ничего не дурим, у нас все прозрачно. Да, прозрачно, конечно. Например. Да. Я сразу говорю, кресло 200 тысяч, кресло 500. Кому надо за 200, берите за 200. Лучше за 500. Кому не за 500, вон 2 900 подушка массажная. Кому не надо, идите. И как дешево, совсем дешево. 2 900 есть подушка. Да. Кому-то не повезло, кто-то уже был на кассе. Остальные елки там, что-то... Нажрались. Уже стали кушать. Прямо там съели. Прямо там жрали, прямо там пили елки. В общем, все еду съели. Кто-то обменивался деликатесами. Нормально. Это воврино они выпили. Наружу все выходили пьянью. Пытые, довольные. Какие хорячки. Они что-то купили. В общем, как мало людям надо для счастья. Да, надо просто просвечивать было их. Ренарингем всех. И все этикетки, которые они проглотили, потом к оплате. А кто-то с этикетками-то жретовки. А в темноте-то как они обрывали там? Ничего, советский человек сориентируешься. Ты в ренарингемскую установку едешь мощную. По весь рост. А весь рост, кстати, не позволит. И как загнать до человека его? Не, облучать это как бы опасно. Люди могут сбунтоваться, что нарушение прав потребителя облучают. Вред здоровью. И все. И нагнут этот супермен.